Добрый день! Я сегодня к вам с очередным обзором готовых изделий. В данном случае это сорочки. У нас появилась новая любимая выкройка из 10 номера 19 года. Чем хороши вот такие рубашки-сорочки? Тем, что летом это верхняя одежда, можно под сорочку носить, например, топ или майку. А зимой это нижняя одежда под пальто, как в данном случае у меня, у нас уже похолодало. Поэтому, кто полюбит такую одежду, он ее полюбит навсегда. Значит, сшита эта сорочка в точности по выкройке в журнале, а эта уже смоделирована на базе этой выкройки. Сейчас я вам хочу показать, каким же образом я моделировала из вот этой выкройки такую сорочку. И покажу еще такой новый ленивый воротник. Вот у меня, например, классический воротник. Здесь тоже классический воротник на стойке. А вот в этой блузе ленивый воротник, который внешне выглядит как классический, но его шить легко, быстро. Поэтому я хочу вам показать, чтобы вы не мучились с такими воротниками. Если кто еще мучается, то, пожалуйста, посмотрите наше видео по пошиву сорочки с птичками. Там легкая технология, которую уже все девочки оценили, и теперь у них нет проблем с такими воротниками. Но сейчас я на столе вам подробно покажу, как выглядит эта сорочка. Тут еще много таких вот фишек, которые надо показать. И вкратце расскажу и покажу, как же я это делала. Прежде всего покажу вам этот журнал. Вот 10 номер 2019 года. Технический рисунок сразу покажу. Как выглядит сорочка. Вот она, эта сорочка. Вот. Мне нравится в ней все. Нравится свобода облегания. Нравится то, что благодаря вот этим закруглениям можно ее, например, переднюю часть заправить в брюки. А спинку оставить просто свободно. Мы уже пробовали так. Потом можно завязать, кто любит, вот полы завязывать внизу. Ну и, в общем, карманы делать не обязательно. Мы обходимся без карманов. Нравится мне, как выглядит рукав. И воротник тоже нравится. Сзади у нее складка. Я вам сейчас уже покажу сорочку анаит, как это выглядит. Надеюсь, вы полюбите. Так же, как и мы уже успели полюбить эту выкройку. Значит, вот сорочка анаит. Она сшита из плотного хлопкового жаккарда. В магазине бархат и кружева. Вот складка. Ее можно застрочить чуть глубже. Можно оставить вот так. Мне кажется, стильно смотрится. Вот воротник классической настойки, который сшит не классическим методом. Ну, который я показывала на канале. Метод сорочки. Так, планка, пуговицы, манжеты. Ну, все, как я показала в МК по сорочке. Смотрите, тонкие швы. Приблизительно, как в мужских сорочках. Только я не отстрачивала вот так поверху. Выглядит, как в мужских сорочках, но шито немножко иначе. Что здесь? Все закрыто, нет оверлака в обработке. Ну, такая сорочка, которая должна носиться долго. Вот так вот подшито двойной подгибкой низ. Ну, вот все, больше рассказать вам нечего о ней. Здесь воротничковый флизи, тублерин воротничковый. Потому что, ну, такие сорочки обычно часто стираются. И надо, чтобы дублерины были жесткими. Чтобы не теряла форму сорочка. Так, ну вот, петли на машинке сделаны лапкой. Вот, надо ниточки поудалять. Так, девочки, ну и сейчас расскажу о своей блузке. Там, мне кажется, интереснее. Есть, что показать. Ну, вот моя сорочка. Вот смотрите, как она выглядит, если ее вот так вот полочку показать. Вот прямой угол. И расширение от проймы, клеш. Его можно меньше сделать, больше уже вряд ли. Будет некрасиво, слишком будет много вот здесь лишнего. А меньше можно сделать. Так, обтачка эта цельнокроенная. И причем она не обтачка, а как бы планка застрачивается на лицевую сторону. Я вам приблизительно сейчас покажу, как это делать. Рукав я оставила таким, как он есть в выкройке. Я уже ее несколько раз надевала. Так, вот смотрите, еще манжет тут. Тоже ленивый манжет. Просто продлила. Вот так на уголок. Здесь петля, здесь пуговица, что-то наподобие запонки. Вот так это выглядит. Дальше тоже, видите, такая обработка тонкая, двойными швами. И вот он тот самый ленивый воротник. Я вот так вот покажу, как это выглядит. Вот. Очень легко. И выглядит, мне кажется, симпатично. Не сразу можно догадаться, что он ленивый. Вот, легко. Видите, продолжается планка. Вот так он выглядит. Как я его смоделировала из воротника в выкройке, я тоже покажу. Ну и спинка тоже расширяется. Вот такая вот от проймы. Под тем же углом. Вот такой клеш. Можно сделать его гораздо уже. Тоже будет красиво. Вот если я буду следующую шить, я наверняка буду шить следующую по этому же принципу, то я сделаю расклешение такое слегка. Так. Что еще вам показать? Вот карманы. Почему карманы такие огромные? Потому что ткань. Это тонкий хлопок со стрейчем. И для того, чтобы не приходилось надевать что-то под, чтобы прикрыть белье, скажем так, я сделала такие огромные карманы. Тоже вот видите, они отстрочены широко. И термоаппликация на одном из карманов. Пуговички очень симпатичные. Ну и вообще ткань приятная к телу. Вот так выглядят разрезы, обработаны разрезы. Вот таким образом. То есть это не обтачка, а это получается планка, потому что все это поверх. И цельнокроенная. Нет здесь швов. Вот такая вот сорочка. Я ее очень полюбила. Поэтому планирую еще себе сшить. Уже может быть молочного цвета. Хотя самый комплиментарный из всех светлых оттенков оказался белый. Вот кипенно-белый. Ну вот, вкратце. Сейчас всегда просят подробно. Я не знаю, для меня это так, как бы, само собой разумеющееся, что я этому не передаю такого особенного значения, чтобы показать в деталях. Ну вот так обработаны пройма. Двойной шов закрытый. Также обработан боковой шов. Вот видите, почему не надо делать обтачкой, потому что будет сквозь вот эту полупрозрачную ткань, будут видны припуски. А вот в таком виде, когда это настрачивается поверх, да, в виде планки, их не видно. Вот поэтому я сделала именно так. Узенькая планка, которая тоже поверх настрачивается. Она тоже цельнокроеная. В общем, я постаралась сделать лениво, без лишних швов. А, кстати говоря, в выкройке, по-моему, планка отдельно кроится, девочки. Ну, нет никакого смысла это делать. Сейчас я посмотрю, уточню. Потому что я же инструкции не читаю, я так глянула, и как это выглядит. И решила сама сделать обтачку. А, смотрите, здесь более сложная, конечно, выкройка. Вот эта вот отлетка. Все это можно сделать. Кстати, будет очень модно, если вы по этой же выкройке, например, из плотного катона или из габардино сошьете. Это сейчас очень модно. Платья даже такие вот удлинить. Отлетка это а-ля тренч, будет очень к месту. Ну, я этого ничего не делала пока. Думаю, что очередная сорочка будет с отлеткой. И планка здесь отдельная. А я ее выкроила цельнокроенной. Поэтому, ну, чтобы сэкономить время, и мне кажется, так выглядит более тонко, что ли. Ну, можно и так сделать. То есть с карманами и с отлеткой это уже похоже на такую более плотную сорочку. Кстати говоря, девочки, тут же посмотрите выкройка юбки. Очень похоже. Здесь по косой, правда? А вот эта вот кожаная юбка, которая на манекене, которую она и полюбила, она вот такой же трапецией, но только не по косой и в самой комплементарной крои, кстати говоря. Да. Ну, что еще вам рассказать? Вот показала, по-моему, подробно, как вот с этой термоаппликацией быть. Вот девочки присылают инструкцию. Легко и быстро. Я очень надеюсь, что после стирки. Но я в машинке не стираю вообще одежду. Поэтому я буду стирать вручную. И наверняка ничего с ней не станется. Но надо будет как-нибудь попробовать эту термоаппликацию на отдельном лоскуте. Простирать в машинке. Посмотрим, что с этого получится. Из этого получится. Так, ну, я надеюсь, понятно, как выглядят манжеты. Ну, элементарно. Манжета, которая продлевается. Они вот так вот. Единственное, что, девочки, вот здесь вот продублировано тонким флизелином. А здесь нет дублирования, чтобы не слишком торчало. Ну, в край отстрочено нитками. Здесь не полупрозрачные. Здесь гутермановские нитки. Которые я очень люблю тоже. Тонкие. Ну, вот так разрез обработан. Бейкой. Вот так это выглядит. Ну, все, девочки. Сейчас я вам покажу, как же я моделировала, чтобы уже было окончательно понятно. Ну, я вот постараюсь таким образом вам показать. Вот выкройкой сюда я добавила 7 сантиметров для того, чтобы сделать планку. Так, вот так 7 сантиметров. Потом отмерила нужную длину. В моем случае это 60 сантиметров. Так, 7 сантиметров. Плюс 7 сантиметров. Дальше нужная длина 60 сантиметров у меня. Вот длина от вот этой точки до низа 60 сантиметров. Потом здесь прямой угол. Так. И здесь клюш. Вот такой вот. Давайте измерим, сколько я сюда добавила, чтобы было яснее. Добавила 10 сантиметров. И сразу от проймы вниз 10 сантиметров. Дальше нам надо добавить подгибки. Так, дважды на ширину вот этой линейки, которая 2,2. И все это подогнуло, то есть на лицо. Не на изнанку, как обычно, а на лицо. И также точно планка. Она на лицо подворачивается. Так, здесь надо было добавить, вот для разреза тоже, дважды. Я сделала чуть шире, но зря я это сделала. Надо было делать вот так вот, точно такой же ширины, как и подгибка. Вот сколько. Ну сколько там, например, вот талия. Вот талии 5 сантиметров, предположим. Это каждый уже для себя решает. Я вам показываю принцип. Так. Нет, подгибка. И еще сантиметр. Вот так. Ну вот так вот, девочки, приблизительно, не приблизительно, даже вот так вот я все делала. Значит, единственное, что вот я раскроила. Потом я все это заутюжила. Здесь паутинкой укрепила, чтобы легче было строчить. Вот самое, что сложно, это вот обработать эти углы. Но тут логика вам все подскажет. Если вы изначально вот так заутюжите, здесь, если у вас ткань сильно тянется, можно проложить долевик. Вот все это заутюжить, здесь заутюжить, а уголочки там уже вам логика подскажет, как обработать. Но мне просто показывать это целое МК будет, к сожалению, времени на это нет. И то же самое здесь, если вы захотите вот так вот на уголок сделать, то же самое здесь. А можно и просто ровно. То есть, если сюда это завернется, это получится вот так вот. Вот так выглядит в готовом виде. И это уже вот готовый вид. Вот зашли. Сейчас я вам на сорочке, наверное, покажу это. И аналогично я поступила со спинкой. Все то же самое, там просто нет планки. И исключила вот эту складку. Все равно получилось красиво. Ну, а манжета, по-моему, там элементарно. Ровная такая, длинная, ровная полоска. Сейчас я в сорочке покажу именно вот этот угол. И, по-моему, уже все и так понятно. Сейчас покажу еще и воротник линии. Вот смотрите, как это выглядит. Разрез как оформлен. Как уголочки. Обработаны. Вот здесь так и здесь так. Ну, когда вы сюда заворачиваете, там уже логика вам подскажет. Вот так вот. Так, вот так. Вот так вот схватите. И наметите эту линию. Сейчас меня начнут опять критиковать. Но, девочки, я не имею возможности показать целые МК. Мы на канале показываем от и до пошив. Так что сейчас нет возможности вам показать. Но я так думаю, кому захочется, тот уже по вот этой моей схеме такой вот поймет, что и как. По крайней мере, мои девочки, которые в моих группах, я так думаю, достаточно вот этого объяснения. Они уже сами поймут. Ну, недовольные, как всегда, найдутся, конечно же. Но, девочки, призываю смотреть все то, что мы сделали до этого. Там много полезной информации. А сейчас мы делаем, насколько у нас есть возможность это делать. Так. Вот смотрите, как выглядит ленивый воротник. Я его смоделировала. Ну, я его, честно говоря, не моделировала. Сразу поняла, что и как. Но вы можете поступить вот таким образом. Вот она ваша выкройка. Вы прикладываете. Приложили. Вот такой у вас воротник. Обвели его. Сделали его цельнокройным. Тут минимально вот эта вот стойка 2 сантиметра. У кого шея не лебединая, 2 сантиметра. У кого лебединая, можно даже 4. И вот этот угол вы можете делать каким угодно. Можете делать острым. Вот таким. А можете делать вот таким даже. Вот таким можно делать. Тоже будет интересно, кстати говоря. Ну, тут можно поднять на сантиметр, а можно и не поднимать. Можно ровный. Вот такой вот элементарный ленивый воротник. Элементарный. Ну, естественно, это вдвое. А если кому нравится, например, вот такая форма воротника, то вы тогда делаете не цельнокройным, а вот со швом. Со сгибом, вернее, со швом. Все, девочки, вот так вот язык заплетается. Ну, я надеюсь, что вы поняли. Вдвое, естественно. Вот такой ленивый воротник. Такой, такой или такой, любой формы вы можете его сделать. У меня вот такой вот. Вот так. И под этим же углом вверх. Здесь сгиб. И здесь сгиб. Вот такой ленивый воротник. Я надеюсь, что он вам полюбится. Для разнообразия, если у вас уже много воротников классических на стойке, то можно для разнообразия сделать и такой. Вам понравится, что это все делается быстро. И поскольку тут много, ну, не то чтобы много, но есть такие фишки сложные, как, например, вот эти вот углы, да, то все остальное надо сделать не таким сложным. Это будет логично. Но если хотите заморочиться, тогда можно все сделать сложно. Так, девочки, ну, еще я хочу сказать несколько слов о том, что у нас стартовала группа. Группа для офиса. Офиса мы ее так называем. Там мы будем шить жакет. Так, надо что-то вам показывать. Значит, там будет у нас жакет двубортный, красивый. Что у нас еще там будет? Будут брюки. Бюки современного кроя, да, такого классический, но и современные. Потом будет сорочка вот эта. Это же сорочка, мы ее так полюбили. Я думаю, для офиса будет самое то. И будет юбка. Так что присоединяйтесь к нашим группам. Я напоминаю, что у нас есть группа для плюсов, где мы уделяем большое внимание, ну, и по шиву, и примеркам. Тоже очень полезная группа для размера плюс. Ну, и новая группа, капсула для офиса. Все, девочки. Спасибо большое за внимание. Мы постарались вот так вот вкратце вам показать, мне кажется, важное и нужное. Музыка. 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 Музыка.